Здравствуйте! На 39-м канале городские подробности из Анапы. Программа для тех, кто желает быть в курсе событий местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях. О том, что горело в Витязево, почему в Благовещенской демонтировали 5 незаконных объектов, как в Анапе чествовали ветеранов, о погоде и не только об этом. В Витязево в частном доме произошел пожар. Сообщение о пожаре на улице Степная поступило 30 июля в 15.22. Оперативно прибывшие на место подразделения МЧС установили, что горят частный дом и хоз постройки на площади 100 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев в 15.59 возгорание удалось локализовать. В 16.30 пожар полностью ликвидировали. На месте работали 20 пожарных и 7 единиц спецтехники, уточнили в Главном управлении МЧС Кубани. О пострадавших причинах и ущербе пока не сообщается. На пляже Станицы Благовещенской демонтируют 5 незаконных объектов. Некапитальные сооружения располагались прямо на территории береговой линии, где не предусмотрено ведение коммерческой деятельности. Всего на данной территории демонтажу подлежат 24 объекта. Нарушение выявили специалисты управления станаторно-курортного комплекса в ходе мониторингового мероприятия. Далее информацию передали в управление муниципального контроля. После вынесения постановления о демонтаже пяти незаконных магазинов и кафе сотрудники муниципального управления приступили к разбору конструкций. Завершить работы планируется до конца дня. Мониторинговые мероприятия по выявлению незаконных торговых точек в Анапе продолжатся на ежедневной основе. В Анапе чествовали ветеранов, участников торжественного мероприятия, посвященного Дню ветерана Краснодарского края. Поздравили вице-мэр Валерий Плотников, зампредседателя Совета Владимир Пономарев и председатель городского совета ветеранов Александр Смирнов. От имени мэра Анапы к ветеранам обратился его заместитель Валерий Плотников. Вы – наша гордость, наша мудрость, наш золотой фонд. Представители ветеранских организаций активно участвуют в жизни курорта во всех общегородских мероприятиях. Выступают инициаторами патриотических акций и проектов, которые получают гранты президента России и губернатора Кубани. Владимир Пономарев отметил, что в Анапе ни один ветеран не остается без внимания, а местная организация – одна из лучших в регионе. Александр Смирнов добавил, старшему поколению есть что передать молодежи, которая достойно продолжает традиции предков. Почетной грамотой председателя совета отметили победителей смотра конкурса первичных организаций Анапского городского совета ветеранов. За высокую организацию работы ценным подарком наградили первичную ветеранскую организацию «Серебряный возраст». Анапчане вошли в число лучших работников потребительской сферы Кубани. Их чествовали в Краснодаре на коллегии профильного департамента, приуроченной ко дню работника торговли России. В мероприятии приняла участие вице-мэронапы Олеся Лишенко. На сессии подвели итоги работы отрасли, а также отметили заслуги отличившихся специалистов почетными грамотами и благодарственными письмами. Награду достойны 8 анапчан. Среди них главный специалист управления потребительской сферы мэрии и курорта Елена Ждамарова, сотрудники центрального рынка, а также индивидуальные предприниматели. В Анапе пройдет открытый турнир по пляжной спортивной борьбе. Муниципальные соревнования состоятся 2 и 3 августа в Центре пляжных и водных видов спорта. 2 августа в 9.00 начнется парад открытия турнира, а с 9.30 до 20.00 пройдут поединки. 3 августа с 9.00 до 12.00 зрители ждут финальные встречи, а в 13.00 парад закрытия, подведение итогов, награждения, победителей и призеров. Центр пляжных и водных видов спорта расположен по адресу Пионерский проспект, строение 41. Понаблюдать за захватывающими поединками, поддержать спортсменов и насладиться атмосферой спорта приглашаются все желающие. Сборная Кубани завоевала бронзовую медаль в спартакиаде учащихся по волейболу. Турнир среди девушек до 17 лет прошел в Краснодаре. В нем приняли участие команды из 12 регионов России. Представительницы Кубани выиграли бронзовую медаль, успешно завершив матч за третье место. Спортсменок тренируют Ольга Чичинова и Марина Смоглюк. Спортсмены Кубани продолжают завоевывать медали летней спартакиады учащихся. Она проходит с мая в различных регионах нашей страны. Впереди еще больше месяца соревнований. Поздравляю, ребята, они победили в упорной борьбе, сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко. Дожди с грозами и понижение температуры морской воды прогнозируют на Кубани. В Краснодарском крае температура воздуха до конца недели около климатической нормы. Она составит 29-33 градуса. В отдельных районах ожидаются дожди. О погоде на юге России рассказал научный руководитель Гидрометеоцентра России Роман Вильфанд. По его словам, при температуре воздуха 29-33 градуса в отдельных районах Кубани пройдут дожди с грозами и ветром до 20 метров в секунду. Температура морской воды на ряде курортов Черноморского побережья останется комфортной для купания. Так, в Сочи она составит 27-28 градусов, в Анапе, по словам Вильфанда, вода в море остынет до 25. Это связано с прошедшими дождями. Потоки воды, идущие из гор, привели к понижению температуры на морском побережье. О погоде на завтра в городских подробностях. В четверг, 1 августа, нас ожидает солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Влажность воздуха составит 78%. Ветер подует северо-востока со скоростью 3-4 метра в секунду с порывами до 10. Температура воздуха ночью плюс 23 градуса. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем все новости и передачи 39-го канала. Вы можете найти на сайте anapanews.com Новости, актуальные информации, интересные события и факты. anapanews.com До свидания.